Дельфийские игры Дельфийские игры Дельфийский проект попал город Екатеринбург. Он так назывался «Дельфийские игры Свердловская область-2017». Параллельно проходили как игры России, это были 16-е молодежные игры России, так и 12-е игры стран-участников СНГ. Всего в играх приняли участие 2318 человек из 76 регионов Российской Федерации и 8 стран СНГ. Наша делегация была многочисленной, нас было 28 человек. Мы представили различные номинации – фортепиано, флейта, изобразительное искусство, народные художественные промыслы, современный танец. Каким образом проходил отбор делегации? Номинация формирования началась сразу 1 февраля. Параллельно в Рязанском музыкальном колледже номинации «Исполнительские» и в художественном училище имени Вагнера номинация «Изобразительное искусство» и номинация «Народные художественные ремесла и промыслы». Таким образом, всего на отбор поступило 26 заявок в 9 номинациях. Но приняли участие 6 участников, 7-й коллектив в номинациях, которые я уже назвала выше. Ну, расскажите, в общем, об атмосфере этих игр, на протяжении какого времени они проходили, каким образом вас там разместили, какая была программа? Это были уже 16-е молодёжные игры России. Программа была очень насыщенная. Конкурсы были двухтуровые. То есть мы играли в первый день первый тур, во второй день мы играли второй тур. Всё было очень компактно, по времени собрано. Тем не менее, мы успели посмотреть замечательный город. Это третья столица России. Мы влюбились в этот город и хотели бы туда поехать ещё раз. Ну, давайте теперь об успехах делегации. Итак, наши итоги. Золотая медаль в номинации «Изобразительное искусство». Возрастная категория 14-17 лет Елена Елисеева. Студентка Рязанского художественного училища имени Вагнера. Преподаватель Ольга Николаевна Калинкина. Мы долго шли к этой медали. В прошлом году студентка Ирина Ушакова заняла диплом, что очень тоже почётно. В этом году у нас золото впервые у Елены. Лен, расскажи, пожалуйста, это было твоё желание принять участие в Дельфийских играх или это так, добровольно, принудительно? Ну, вы знаете, участвовать в конкурсах очень важно для успешного учебного процесса. И всё началось с регионального отбора. Ольга Николаевна Калинкина, мой преподаватель специальных дисциплин, именно композиции, предложила мне попробовать себя на Дельфийских играх в этом году. Я предоставила работы и из достаточно большого количества человек нашего училища выбрали меня и Ушакову Ирину. Скажи, пожалуйста, работы, которые ты представила, они были у тебя уже готовы, написаны или они были написаны специально к этому конкурсу? По условиям конкурса, именно из домашних работ должен был быть представлен автопортрет и натюрморт. А в настоящем времени за два конкурсных дня мы должны были сделать композицию. Когда всё это проходило, вообще, какие у тебя эмоции? И думала ли ты, что такую высокую награду получишь? Ну, разумеется, я волновалась. И, конечно, я рассчитывала то, что труд, он должен быть вознаграждён. Но когда была церемония награждения и называли дипломантов одного за одним, а их было три, и когда я снова и снова не слышала свою фамилию, конечно, мне было обидно. Вот. И с каждой медалью, то есть сначала я надеялась на бронзу, потом на серебро, а когда объявили золото, это, конечно, большое счастье. А ты видела работы своих соперников? Вообще-то как много было? Да, безусловно. В моей номинации было 52 человека, и каждый из них предоставил автопортреты натюрморт. Вот. Это всё было представлено на выставке, и я ходила, смотрела и понимала, что у меня просто куча сильных конкурентов. С твоей точки зрения, что тебе дало участие в этих играх? На самом деле, когда ты ездишь на какие-то конкурсы, ты начинаешь оценивать уровень не только среди своего училища, не только среди своей какой-то техники, ты оцениваешь уровень в целом, к чему тебе нужно стремиться. Конкурсы всегда дают хорошую закалку, ответственность. Ну, давайте теперь, наверное, поговорим со второй, да, участницей. Наташа, расскажи, пожалуйста, в каких номинациях ты принимала участие и с какими результатами? Я принимала участие в номинации фортепиано. Младшая возрастная группа 10-13 лет. По словам членов жюри, это в этом году, в моей номинации, принимала очень много участников, и, конечно же, было трудно победить. Серебряную медаль я получила в рамках 16-х молодежных игр России, и золотую медаль я получила в рамках 12-х молодежных игр СНГ. Наташа, расскажи, пожалуйста, это первый раз, когда ты принимаешь участие в таких крупных конкурсах? Нет, это не первый раз. Я участвовала в многих крупных конкурсах и побеждала. А на протяжении какого времени ты уже занимаешься музыкой? Серьезно, я начала заниматься с 10 лет. Скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы принять участие в Дельфийских играх, как это было? Это было твое желание? Тебя выдвинули педагоги? Каким образом это все происходит? Это было мое желание. Я просто хотела поучаствовать в этом конкурсе и поиграть на инструментах в Екатеринбурге. Ну и вообще, я считаю, что конкурсы – это очень интересно, это получает, это дает возможность стремиться к чему-то. Расскажи, пожалуйста, как конкурс проходил, какие произведения ты выбрала для исполнения? Почему именно их? На первом туре я играла Баха Хатека, первый тур, при Людей Фуга, Додиес Мажор, и этюд Мендельсона, опус 104, номер 2, Фа Мажор. На втором туре я представила Бетховена, 10 вариаций, Натима Усальери, Фольстав и Бабаджаненко Причо. Вот я, конечно, не знаю, мне кажется, Лене было чуть-чуть попроще, потому что, да, не нужно было собираться с духом, как-то, ну, может быть, я не права, что проще, но тем не менее. Наташа, расскажи, как удавалось справиться с волнением? Волнение наверняка было, или ты уже привыкла к таким выступлениям? Ну, во-первых, я привыкла, а во-вторых, я никогда не волнуюсь. Вот так вот. Тебе повезло, Лен, а у тебя как было? Ну, и, в принципе, волноваться-то некогда. Надо создать образ, проконтролировать за всем, сконцентрироваться. На самом деле, самое большое волнение охватило меня, когда как раз было дано два конкурсных дня, потому что, на самом деле, создать достойную работу за 12 часов в очень жестких условиях, а именно это были выделены отдельные мастерские, где ты строго сидел на номере, который был тебе предоставлен на жеребьевке. У нас отбирали телефоны, у нас отбирали какие-то заготовленные эскизы. Был только ты и чистый лист. И когда ты сидишь в аудитории, где, допустим, у нас было 17 в аудитории, где таких же 16 талантливых ребят, как и ты, то волнение тебя все-таки охватывает. А что нужно было сделать? Композицию. Композицию. Была дана тема. Тема. Какая тема? Тема звучала «Человек на планете Земля. Человек, природа, общество». Ну вот расскажи о твоих рассуждениях, как ты пришла в итоге к той работе, которую ты написала. Дело в том, что когда Ольга Николаевна предложила мне участвовать в играх, мы сразу решили, что все три работы будут выполнены в единой концепции. Должны будут выполнены в единой концепции. Я взяла достаточно сложную тему современности и традиций. Показать свой родной край и себя в нем. Это было представлено именно на Натюрморте. То есть была представлена скопинская керамика. На моем автопортрете был добавлен элемент костюма. И композиция была также посвящена современности и традициям. То есть на моей композиции изображены два подростка, а именно «Я и мой друг». И витрина музея, Рязанского музея с рязанским костюмом. Людмила, скажите, пожалуйста, вот девочки такие молодцы, такие высокие награды. Им это каким-то образом в дальнейшей их жизни, карьере поможет? Я думаю, безусловно, потому что «Дельфийские игры» – это стартовая площадка для юных дарований России. Честование наших дарований состоится 8 июня в Рязанском Кремле. Там будет представлена культурная программа. То есть это событие заметное. Когда тебя видят члены жюри, уже приглашают к сотрудничеству, приглашают выступать на различные концертные площадки, поучаствовать в выставках. Это, безусловно, большой старт для каждого участника «Дельфийских игр». А вообще «Дельфийские игры» уже были 16-е. Делегации от Рязанской области, как часто принимали в них участие? Делегации Рязанской области принимают участие постоянно с 2010 года. Мы выезжали в Москву, мы выезжали в Мытищи, Волгоград, Тюмень, Новосибирск. То есть география конкурсов очень большая. И всегда возвращались с какими-то... Разные были результаты, но в этот раз наиболее такой яркий результат. А с чем вы это связываете? Мы связываем это с тем, что очень жестокая конкурсная борьба идет. Профессиональные жюри отсматривают. Это все, безусловно, и с каждым годом рост участников в таком творческом плане все выше и выше. В этом году впервые сборная команда Рязанской области была укомплектована, помимо студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера, учащимися в муниципальных школах. Это детская школа искусств Касимов, детская школа искусств номер 4. То есть мы расширили возраст участников не только средней и старшей группы, но и впервые взяли маленьких. Это у нас произошло именно на региональном отборе 1 февраля. Совсем недавно при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова в Министерство культуры и туризма Рязанской области направлен запрос в Национальный дельфийский совет России о проведении в Рязанской области в 2019 году 18-х молодежных дельфийских игр России. Это очень почетно и ответственно принимать такой форум на своей рязанской земле. Что ж, я надеюсь, что это действительно случится. В 2019 году мы уже станем площадкой для проведения этих игр. Ну, а пока хотелось бы поздравить девушек с такими наградами. Может быть, вы хотели бы сказать несколько слов, кого-то поблагодарить? Я бы хотела поблагодарить моего педагога Александра Рубимовича Попаха, потому что без него я бы не смогла победить. Он всегда мне помогает в мире музыки. Так что спасибо ему огромное. Я бы хотела сказать, что за любой победой стоят всегда очень много народу на самом деле. Так что спасибо моим родителям, что отдали меня когда-то в художественную школу. Спасибо художественному училищу, а именно Ольге Николаевне Калинкиной за эту победу. Ну, мы желаем вам успехов и в дальнейшем. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы обязательно увидимся с вами в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова